Хорошо, студенты, давайте рассмотрим разницу между дискретным и непрерывным. Таким образом, в математике дискретное – это то, что мы считаем. Это когда мы считаем вещи, это отдельные вещи. Например, давайте посчитаем эти треугольники. 1, 2. На второй день есть 1 треугольник. 2, 3, 4, 5 треугольников. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 треугольников. Это было бы что-то дискретное, потому что мы посчитали треугольники. Мы могли бы посчитать звезды. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всего 6 звезд. Мы можем посчитать цветы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Цветка не бывает. Наполовину – это целый цветок. Вот некоторые вещи, которые мы можем посчитать. Вы можете считать людей. Вы можете считать студентов. Вы можете считать карандаши, вы можете считать предметы, вы считаете цветы, вы считаете машины, вы даже считаете свои деньги. Это немного сложно, потому что могут быть десятичные дроби. У вас может быть половина доллара. Когда мы строим график, мы используем точки. Мы не соединяем точки. Мы оставляем точки отдельными. Вот парковочные места. Каждый час есть парковочные места. 40 парковочных мест. 32 парковочных места. На втором часу было 24 парковочных места. Я не собираюсь соединять их. Я оставлю их как точки. Это то, что называется дискретными точками. Это количество детей. Количество детей. 30 детей. Затем было 90 детей. Затем было 270 детей. Я не собираюсь их соединять, потому что они дискретные. Теперь давайте поговорим о непрерывном. Непрерывное. График будет выглядеть так. Это когда мы измеряем вещи. Они соединены вместе. Мы измеряем воду. Вода продолжает течь и литься. Мы измеряем ее волосы. Ее волосы растут. Немного, каждый день. Все длиннее и длиннее. Мы измеряем температуру. Температура медленно повышается. Это не точки. Все связано между собой. Мы можем измерить высоту дерева. И дерево будет продолжать расти, расти и расти, оставаясь связанным. Мы можем измерить расстояние в километрах, которые проезжает машина. Она никогда не останавливается. Все там связано. Вот что-то, что я иногда показываю вам на уроке, когда вы что-то измеряете. Это все связано. Это рулетка. И она полностью связана. У нее нет никаких отверстий. Вы будете называть это непрерывным, когда увидите единицы измерения. У вас могут быть килограммы. Вы можете измерять миллилитры. Метры. Вы можете измерять в дюймах, сантиметрах или галлонах. Вы можете использовать миллилитры, а затем градусы Фаренгейта или Цельсия. Это для температуры. Итак, что мы измеряем? Многое. Например, воду, любую жидкость. Это может быть масло или газ. Мы измеряем температуру. Мы измеряем высоту, длину, объем, расстояние. Это все вещи, которые мы измеряем. И поэтому мы собираемся соединить точки. Например, каждый день есть литры молока. Это то, что мы измеряем. Так что вы будете соединять точки, вы будете проводить кривую через эти точки. Мы соединяем их, потому что это непрерывно. Непрерывное означает, что оно никогда, никогда не останавливается. Это никогда не останавливается. Если мы посмотрим на эту воду прямо здесь, она никогда не останавливается. Она просто продолжает литься. Волосы продолжают расти все длиннее и длиннее, если только она их не подстрижет, но они все связаны. То же самое. Это и с галлонами бензина. Это похоже на воду. Это случай с жидкостью. Ты собираешься пойти и соединить точки на графике. Хорошо, давайте рассмотрим несколько примеров. В очереди на аттракцион находится. 56 человек. Людей мы измеряем их или считаем. Мы считаем людей, поэтому это называется дискретным. Есть 400 галлонов воды. Вода. Галлоны – это то, что мы измеряем. Поскольку мы это измеряем, мы будем называть это непрерывным. Мы продолжим и соединим график. На этом графике мы оставим точки. В саду было 5 сорняков. Сорняк похож на цветок. Мы их считаем. Поскольку мы их считаем, мы называем это дискретным. График будет состоять из точек. Мы не будем соединять эти точки. Температура-то в полдень составляет 76, и температура понижается. Хорошо. Это то, что мы измеряем. Поскольку мы это измеряем, мы будем называть это непрерывным. Мы бы соединили график, объединили его. Здесь нет истории. Я не знаю, о чем это, но я заметил, что все это связано… Поскольку график соединен, мы называем его непрерывным. Этот график тоже не имеет истории. Я смотрю на график, и это просто точки, поскольку это всего лишь точки. Это должно быть дискретным. Это должно быть чем-то, что они посчитали. Эта таблица говорит о высоте в метрах. Высота – это определенно измерение. Поскольку это то, что мы измеряем, мы будем называть это непрерывным. Теперь этот график даже требует от меня некоторой интерпретации. «Интерпретировать» означает, что вы должны составить предложение о наклоне. Итак, что происходит? «Интерпретировать» с метрами. Их становится на 5 больше. Плюс 5 редактируется. Здесь это плюс 1. Таким образом, наклон будет 5 к 1. И мне нужно использовать слова «для 5» – это были метры. «Для того, что приходят из часов, так что есть еще 5 метров». И вы могли бы сказать «о высоте». «Каждый час». Также можно сказать, что высота увеличивается на 5 метров. «Высота увеличивается на 5 метров». «Интерпретируется на 5 метров». Давайте посмотрим на студентов. Теперь это студенты, поскольку мы считаем студентов. Мы называем это дискретным. Они хотят, чтобы мы интерпретировали точку «яй пересечения». Помните, что «яй пересечения» должно иметь ноль. Так что это та точка, которую они хотят, чтобы я объяснил. Ноль относится к дням. Поэтому я скажу «в день ноль» было 5 студентов. «Было 5 студентов. Были ли 5 студентов каждый день?» Нет, нет, мы не говорим «каждый». Мы просто говорим, что в этот день было 5. Сколько студентов было на шестой день? Было 20 студентов. Вот как вы интерпретируете точку «яй пересечения». А для этого последнего примера здесь. Речь идет о галлонах воды. Мы определенно измеряем воду. Поэтому это непрерывное измерение. График будет соединен… Давайте интерпретируем эту точку прямо здесь. 15 соответствует неделям. Итак, например, на 15 неделе было 20 галлонов воды. Там было 20 галлонов воды. Хорошо. Обычно мы говорим «там было» или «там были». Мы не говорим «каждый», потому что мы просто рассматриваем эту одну точку. Итак, помните, если это что-то, что мы считаем, подсчитывая отдельные вещи, это называется дискретным, и ваш график будет состоять из точек или точек. Если это что-то, что мы измеряем, то непрерывное измерение связано между собой. Вы увидите эти единицы, и ваш график должен быть соединен. Спасибо, студенты!